Средства Национального фонда Казахстана могут снизиться до критической отметки уже в следующем году. А ведь эта копилка создавалась для будущих поколений. Но за последние годы правительство нашей страны слишком часто берет оттуда средства на решение текущих проблем экономики. И часто аналитики утверждают, что эти траты не оправданы. К тому же население слишком пассивно в вопросе контроля. Почему мы не спрашиваем у правительства, насколько эффективно были израсходованы средства Национального фонда? Это выяснял Нургали Карабаев. Национальный фонд Казахстана, или как его еще принято называть фонд будущих поколений, выполняет функцию копилки. Но в последнее время правительство все чаще берет оттуда средства. В апреле активы фонда достигли 57 миллиардов 600 миллионов долларов. И это не так уж много. Ведь при снижении размера фонда до 30% от ВВП страны его придется законсервировать. С учетом того, что ВВП за прошлый год составил 163 миллиарда долларов, то активы фонда сегодня составляют всего 35%. То есть мы близки к неснижаемому остатку. И это вызывает беспокойство экономиста. Ведь гарантированный трансферт из нацфонда в бюджет только в этом году 2 триллиона 700 миллиардов тенге. Сейчас по увеличению трансферта из нацфонда в этом году уже почти в 2 раза. Я думаю, осенью будет пересмотреть трансферт еще в сторону увеличения. И таким образом, я думаю, мы уже к середине даже 2022 года, если не к началу, мы подойдем уже практически к критической уровню, отметке. Пока что расходы из нацфонда вызывают вопросы только у профессионального сообщества. Большая часть населения не особо озабочена судьбой этих денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Идут на финансирование государственных программ, как это объявлялось. А конкретно я не вникал, куда именно идут эти трансферты. Преподаватель по финансовой грамотности Оркен Динасылов говорит, что проблема в том, что казахстанцы не воспринимают деньги нацфонда как свои. Отсюда и безразличие. Наши люди, получается, считают своими деньгами то, что им выдали на руки. То, что вы не потрогали руками, не почувствовали, понимаете, вы уже их и не воспринимаете как что-то свое личное. К сожалению, так. Но корень всего вот этого зла – это финансовая безграмотность населения. Поэтому, пока граждане не станут спрашивать за каждой из расходованные деньги у чиновников, они и дальше будут тратить средства по своему усмотрению. А ведь эти деньги не чьи-то, а наши и наших детей. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.